Памятником природы регионального значения роща Соловьи была объявлена в 1962 году. И по сей день она остается излюбленным местом отдыха для многих горожан. Татьяна вместе с детьми приходит сюда практически каждый день. Правда, гуляет всегда по одному и тому же маршруту. Нам нравится на Кургане, потому что это тихий уголок, где можно подышать воздухом. И с детьми очень хорошо гулять. Мы гуляем там, где асфальт. И, конечно, хотелось бы больше находиться там, где природы больше. Решение обустроить пешеходные дорожки в парке обсуждается уже давно. Горожане активно поддерживают эту идею. Склоны рощи уже давно облюбовали спортсмены. Для велопробежек и катания на лыжах здесь действительно подходящее место. А вот любителям пеших прогулок приходится мириться с неудобствами. Когда хочется пойти туда вниз, где более чистый воздух, к речке спуститься, там вообще места красивые. Идешь под ноги, нужно смотреть, чтобы, не дай бог, или дети кто-нибудь нос не разбил, или даже с мамой навернуться. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы как-то благоустроили, оккультурили все, чтобы было приятно пройти. И там кто-то приезжает в гости, там первое, куда мы ведем людей. Идем сюда, показать друзей, вот где мы живем, как тут замечательно все. Ну, конечно, туда стараешься не везти, потому что там беспорядок. Вот хотелось бы, чтобы все-таки порядок навели, и было действительно, чтобы мы гордились тем местом, где мы живем. Да, дети? Да. Губернатор Николай Денин уже не раз приезжал в парк вместе с областными и городскими чиновниками. Руководитель региона прошелся по тем же тропинкам, по которым гуляют горожане. Решение было однозначным. Парк необходимо обустроить в ближайшее время. Таких мест в Брянской области нет больше. Нет больше. Давайте обустроим. Давайте сделаем для людей. И для молодежи, и для пожилого поколения. Все тут абсолютно есть. Навести порядок, места, определиться и для отдыха людей. Пешеходные дорожки могут стать своего рода тропами здоровья. По ним смогут не только бегать спортсмены, но и совершать активные прогулки любители скандинавской ходьбы. Этот вид физических упражнений с паромодифицированных лыжных палок становится все более популярным. Надо расширять эти дорожки, а так они соответствуют всем современным требованиям. Если мы это сделаем, то, конечно, мы даже в качестве лечебной профилактической меры будем назначать, допустим, столько-то сеансов, с палочками ходить, контроль и пульс, и давление. Помимо разговоров о благоустройстве, губернатор распорядился запретить на территории рощи Соловье любое, в том числе и жилое строительство. Уникальный уголок природы должен остаться нетронутым. Относительно происхождения названия рощи существует несколько версий. Первая связана с Соловьями, которых когда-то здесь было очень много. По второй, в этих местах обитал знаменитый Соловей-разбойник. Ну а третья версия гласит о том, что имя человека, который работал перевозчиком через Десну, якобы было Соловей. Но даже если не брать во внимание красивые легенды, это просто очень красивые места. И при определенных вложениях могут стать центром отдыха для многих горожан. Евгения Павлюкова, Ярослав Кулаков, События, Брянск.